ТАГИЛ ТВ ТАГИЛ ТВ В этих КАМАЗах, можно сказать, бесценный в нынешнее время груз, средства индивидуальной защиты. Около 700 тысяч штук масок, более 200 тысяч пар перчаток, 3,5 тысячи защитных костюмов, бахилы и сотни литров антисептиков и дезрастворов Евраз передал городу. Наша обязанность заботиться о наших работниках, то есть поддерживать все те меры, которые мы реализуем внутри предприятия, и максимально способствовать нашим городам, нашим жителям, нашим городам, чтобы также помочь в борьбе с этой пандемией. В первую очередь медикам, которые сегодня на передовой, людям, которые борются действительно за жизни наших горожан. И вот это уже у нас очередная партия помощи. Помогают уральским городам в борьбе с коронавирусом Евраз с апреля. За это время уже более 70 миллионов рублей выделили на покупку СИЗов для Тагилы и Качканара. Часть из тех, что сегодня прибыли в город, пойдет для врачей скорой помощи. Сейчас в Тагиле 16 из 28 бригад, так называемые ковидные, то есть выезжают они к тем, у кого есть симптомы УРВИ и подозрения на коронавирус. Если вызовов таких много, отправляют и других. Вот в среднем проходит температурищик больных, вот сейчас особенно, это практически 80%, порядка 300 вызовов каждый день. И учитывая, что на каждый вызов нужно одеть бригаду, сами понимаете, какое количество тратится защитных средств. Это перчатки, практически две пары одеваются с костюмами, маски, респираторы. Но на каждый вызов практически нужно менять. Поэтому расход идет очень огромный. Коробки с СИЗами сегодня выкрузили в городском дворце молодежи. Это такой распределительный пункт. Сегодня же начали развоз по больницам, поликлиникам и соцучреждениям города. Мы поддержим наши учебные заведения, в которых сегодня ситуация, я бы тоже сказал, складывается не самым лучшим образом, как и в целом, наверное, в городе, в области, в России. Поэтому надо предпринимать все меры, чтобы защитить тагильчан. Обеспечение СИЗами – это не единственная помощь евраза городу. В октябре компания закупила для лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии оборудование, что позволило проводить больше тестов на ковид. И на этом гуманитарная помощь, говорят, не прекратится. В дополнение к теме, у 27 человек за сутки в Нижнем Тагиле подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекцией. Всего в области 287 новых случаев. Почти столько же 283 человека выписаны из больниц. 327 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В ближайшее время планируется начать вакцинацию свердловчан от коронавируса. Об этом на брифинге заявил Павел Креков. Предполагается, что до конца года в Свердловскую область поступит 3700 доз вакцины. Долой председателя. Члены гаражного специализированного потребительского кооператива «Зенит» собирают подписи за отставку своего председателя правления. К нему у автовладельцев накопилось немало претензий. Самая большая – растрата денежных средств на личные нужды, а не на гаражный кооператив. Тратить деньги на личные нужды не предоставляет финансовый отчет и распоряжается общим имуществом по своему усмотрению. Это ряд претензий членов гаражного кооператива «Зенит» к председателю правления Павлу Юлаеву. Пять лет нам никакой информации. Выходим, пытаемся добиться, какие доходы поступили, какие расходы у нас, что сделано. Вроде бы элементарнейшие вопросы. В уставе забито, что председатель должен отчитаться, должен собрать собрание. Сейчас накопился вот такой клубок пять лет. Пять лет никто ничего не отчитывается. Когда ему начали уже конкретные вопросы задавать. Паша, ты когда будешь, блин, отчитываться? Сколько можно? Всё, документов нет, ничего нет. Согласно уставу гаражного кооператива, председатель обязан по истечению года предоставлять отчет о финансово-хозяйственной деятельности всем членам паркинга, а также обсуждать с ними планы и задачи на следующий год. В паркинге «Зенит» 230 тёплых машиномест, ещё порядка сотни на уличной парковке. В зимнее время оплата за один бокс составляет 700 рублей в месяц, в летние – 500. За год получается 7 тысяч владельца. Все собранные деньги идут на зарплату охранникам и председателю, а также на содержание и ремонт общего имущества. Однако бухгалтер заверяет, что часть денег председатель Павел Юлаев тратит на собственные нужды. Например, на свои собственные обеды, на приобретение автомобиля, который три года просто стоит грузом на территории парковки, на заёмные средства, которые он взял из кассы кооператива и не вернул, также на то, что он на сегодняшний момент продолжает растрату денежных средств нецелевое. Это оплачивает услуги адвокатов и из кассы кооператива. Инициативные владельцы гаражных боксов обратились в правоохранительные органы. Написали заявление в АБЭП. Следствие идёт почти год. В августе на председателя завели уголовное дело по 160-й статье «Нецелевое использование денежных средств». Я на протяжении нескольких лет ему пыталась со своей стороны, как бухгалтер, доказать, что он не имеет права тратить денежные средства. Но человек считал это по-другому. Он считал, что ему положено по его должности, он имеет право распоряжаться ими так, как он считает нужным. И нет необходимости отчитываться перед собственниками. На общем собрании члены гаражного кооператива собрались, чтобы выбрать людей, которые будут представлять общие интересы в суде. Также собственники боксов подписали протокол за отстранение председателя. Получить официальный комментарий от председателя Павла Юлаева сегодня не удалось. Но по телефону он заверил, что в ближайшее время готов дать интервью нашей телекомпании. Сотрудники Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона трижды принимали участие в ликвидации огня накануне и сразу после праздничного дня. В одном случае есть пострадавший. Сегодня ночью мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с квартиры в доме по адресу улицы Октябрьской революции 27Б из-за отравления продуктами горения. Причиной пожара предварительно стал аварийный режим работы микроволновки. Специализированным извещателем жилье не оборудовано. Три частных дома с надворными постройками на общей площади 500 квадратных метров сгорели в поселке Черноисточинск. Вероятная причина – неисправность электропроводки в одном из коттеджей. Хозяев дома не было. Проживающим рядом 90-летней женщине и женщине-инвалиду помогли эвакуироваться соседи. Кровля, стены, чердачное перекрытие. Имущества повреждены огнем в садовом доме на Ясинском тракте. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Тагильские ювелиры стали призерами конкурса «Металл. Камень. Идея. 2020». Выставка традиционно проходит в Екатеринбурге в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства уже 21 год. В этот раз участвовали мастера из Костромской, Самарской областей, Урала и Санкт-Петербурга. Всего более 170 человек представили почти 400 произведений. Среди награжденных есть и студенты НТГСПИ. У Станислава Поспелого второе место, у Полины Ковачевой третье в номинации «Студенческая работа». Студенты факультета художественного образования в последнее время очень интересуются художественной обработкой материалов. Особый интерес у них вызывает камень и металл. Я предполагаю так, потому что мы живем на Урале, и это традиционные виды обработки материалов. И наша кафедра помогает участвовать в выставках, приобретать опыт творческой деятельности. В первую очередь важен тем, чтобы они, так сказать, почувствовали значимость и некую творческую отдачу от того, что они здесь занимаются. То есть дипломные работы, которые были представлены, ну, это некий, так сказать, уровень их творчества, мастерства. Вот у Станислава у него было конкретное ювелирное искусство, а у Полины это были элементы декора, интерьера. Их наставник, преподаватель худграфа Игорь Толкачев удостоился диплома, но больше рад, говорит, за воспитанников. Станислав Поспелов в гарнитуре лилии успешно использовал традиционные мотивы в современном искусстве. Оловянное литье Полины Ковачевой – современный взгляд на медальерное искусство. Дипломантами конкурса также стали тагильские скульпторы Максим Нуштаев и Юрий Носков. Модный фотограф из Нижнего Тагила стал призером престижного международного конкурса International Photography Awards. Георгий Майер удостоен третьего места в категории изобразительное искусство Нью за серию снимков, на которых изображена его супруга. Награждение конкурса традиционно проходит в Карнеги Холл в Нью-Йорке, но в этом году в планы вмешалась пандемия. В этом году Карнеги Холл закрыта из-за пандемии, но мне прислали письмо, в котором объяснили ситуацию и сказали, что выставка тем не менее состоится в Нью-Йорке, просто в другом месте, пока они не знают в каком, и награждение тоже состоится. Но будем ждать приглашения и будем по возможности поедем в Нью-Йорк общаться со звездами в мире фотографий. И еще один призер тагильчанин. Документальную картину мой коллега, оператор Тагил-ТВ Игорь Харьков представил на Международном фестивале кино и телефильмов «Святой Владимир». В номинации «Православный телепроект» второе место занял его фильм «Народный храм». Это картина об истории старейшего в Нижнем Тагиле храма Александра Невского. Игорь Харьков выступил в качестве оператора и режиссера документальной картины. Николай Палкин побеседовал с ним о творчестве и будущих проектах. Да, как высоко. Высота строения около 30 метров, плюс сама гора. И вот весь Тагил как на ладони. Давай начнем сначала. Ты оператор, работаешь на телевидении, занимаешься какими-то своими проектами. Как тебе роль режиссера? Справился ли ты с ней? Все ли получилось? Вообще мне немножко непривычно, когда меня называют режиссером, уже кое-где даже подписывают режиссер. По крайней мере, в каталоге, который я получал и в Санкт-Петербурге, и в Крыму, в Севастополе, там было написано, что я режиссер. И в одном каталоге, по-моему, было написано даже продюсер. Но мне не очень привычно это все. Как-то больше привычит свой оператор. Как вообще пришла идея снять фильм? Он изначально задумывался как спецпроект для телевидения или все-таки как документальное кино? Андрей Краснов, Андрей Вергилий подошел ко мне и предложил снимать проект про Тагил, который будет охватывать самые такие интересные места Тагила. Талисию-Гору, наш музей-завод, в частности, церковь Александра Невского. Планировалось, что это будет большой проект. Но в связи с некоторыми обстоятельствами у нас так получилось, что мы сняли только одну серию. К сожалению. К сожалению, получилось снять остальные. Но так родился этот проект, который превратился просто в одну серию фильма. Ну, вопрос для обывателей. Насколько вообще сложно снять фильм? Насколько это энергозатратно и, главное, финансово затратно получилось для вас? Ну, честно говоря, если умеешь, то несложно. Для меня это было несложно снять. И если говорить по деньгам, то, ну, это расходы на бензин, расходы на амортизацию. Но я их не почувствовал, потому что все было мое и машиной, и оборудованием. Вы пользуясь своим оборудованием? Абсолютно. Все было свое. И транспорт, и техника, все было свое. Ну, и мозги свои, конечно. Фильм показали на международном фестивале «Святой Владимир». Он заявлен как фестиваль кино и фильмов духовно-нравственного содержания. Как ты считаешь, ваш фильм справился с этой задачей? Ну, по крайней мере, оценкой того, что он справился, это было второе место в номинации телевизионный телепроект. Поэтому я думаю, что мы справились с этой задачей. А кто жюри фестиваля? То есть как оценивали победителей? Меня порадовало то, что было два жюри. Было профессиональное жюри, председателем которого был режиссер Юрий Карра. И было жюри именно православной церкви, так скажем. Почему-то я при оценке православного жюри никуда не попал. Не знаю, почему так получилось. То есть там были другие награды, другие номинации немножко. И я в эту категорию вообще никак не попал. Но, честно говоря, больше меня порадовало то, что я попал все-таки именно, меня оценили в профессиональном жюри. Фильм, насколько я понимаю, есть в соцсетях. А комментарии читаешь? То есть как зритель реагирует на кино? Что говорят? Ну, в основном положительные, конечно, комментарии. Но есть комментарии такие, которые отмечают какие-то, может, исторические неточности. Где-то помимо фестиваля планируется, что этот фильм будет показан? Может быть, ввели какой-то диалог с телеканалами? К сожалению, этот проект пришлось закрыть. Потому что, когда мы работали командой, сейчас этой команды, к сожалению, опять нет. И альтернативы я не вижу. То есть этот проект уже прикрыт. Этот фильм я больше никуда выставлять не буду. Это последний фестиваль, где он выставлялся. Но прокатывать по каналам я с радостью отдам на какой-нибудь канал. Сейчас, всего час, он будет прокатываться на канале в Новом Уренгое. А вообще никаких предложений от каналов не поступали? Или самостоятельно, может быть, вы выходили на канал? Не было? Самостоятельно выходил на канал «Спас». Он там тоже прокатывался несколько раз. И на «Союзе» почему-то не получилось. Какие еще проекты от тебя ожидать, как от режиссера? Есть ли в планах снять что-то интересное о Нижнем Тагиле или не о Нижнем Тагиле? Я так понял, что какие-то фильмы о нашем Тагиле, они все-таки немножко не выигрыши. Потому что надо все-таки затрагивать какие-то общечеловеческие, более-менее глобальные цели и задачи. Поэтому для меня именно радостно была эта победа, что все-таки оценили фильм такой, который рассказывал о каком-то конкретном, географическом месте. То есть именно о Тагиле. Сейчас у меня в планах снять еще один фильм документальный. Я пока не буду рассказывать, о чем он и как. Но вот у меня второй фильм «Жить», там немножко связано с театром. Вот этот второй фильм будет тоже связан с театром. И я планирую где-то, что он выйдет в декабре, в январе. А фильм «Жить», который вы снимали в Весимауткинске, планируется, что он будет участником какого-то фестиваля? В общем, мы изначально его готовили специально для этого фестиваля «Филатриана». Это очень серьезный конкурс. Туда уже подано более тысячи заявок. И наш фильм тоже там есть, но пока мне ответа не пришло. То есть я не знаю даже, попал он в конкурсную программу или нет. И в связи с пандемией он должен был проходить летом. Потом сроки отодвигались с сентября, октябрь, ноябрь. И сейчас он уже планируется в декабре. Как будет дальше, я вообще не в курсе. Если абстрагироваться от уже снятых тобой фильмов, над чем тебе было бы интересно поработать? Какие темы для тебя являются главными, которые ты бы хотел затронуть в своих будущих проектах? Ну, самая главная тема, конечно, для меня, это все-таки, чтобы в конце любого моего документального фильма, не важно, как это было бы сказано, явно или не явно, но было какое-то жизнеутверждение. Мне неинтересно снимать фильмы о наркомании, о самоубийствах. То есть это все-таки тема молодых. А работая в новостях, я уже, ну, наверное, столько посмотрел, что как-то мне вот это уже неинтересно снимать. Интереснее человеческие истории. Да, человеческие истории. Но насколько я понимаю, в фильме, который вы в Весимауткинске сняли, «Жить», там хватает жизнеутверждения или нет? Там он интересно поставлен, то есть там фильм надо смотреть от начала до конца и очень внимательно. Поначалу совершенно другая тема там. С середины фильма начинается понятно, что про что, и в конце фильма там прям явное жизнеутверждение такое. Хорошо жить. И в деревне хорошо жить. И вообще жить хорошо. И надо жить. Увидеть фильм призер Международного фестиваля режиссера и в том числе телеоператора нашей телекомпании Игоря Харькова «Народный храм» можно в эфире Тагил ТВ в воскресенье 8 ноября в 14.30. Не пропустите. К другим темам. Как Демидовы рекламировали свой товар за границей. Об этом новая экспозиция музея «Демидовская дача». На выставке рассказывается и показывается, как уральские заводы известных предпринимателей участвовали во всемирных и всероссийских промышленных выставках в европейских, американских и российских городах. Об уникальных экспонатах Алексей Алексеев. Бронзовая медаль Всемирной промышленной выставки в Лондоне 1851 года – один из уникальных экспонатов, который посетители могут увидеть в музее «Демидовская дача». Здесь представлена история участия нижнетагильских заводов в масштабных экспозициях XIX – начала XX веков, проходивших во многих европейских, американских и российских городах. Какая задача стояла именно перед тагильскими заводами? Это в первую очередь возможность рекламировать свою продукцию, заключать потенциально выгодные коммерческие контракты. С покупателями и, возможно, с какими-то другими деловыми партнерами. Ну и также это вопрос престижа в плане того, что награды, получаемые тагильскими заводами на выставках всероссийских и всемирных, безусловно, повышали престиж тагильских заводов. В экспозиции более 70 музейных предметов. Вместе с наградами – это образцы изделий рекламной продукции, каталог той самой лондонской выставки, ставшей первой всемирной. Архивные фотографии с изображением павильона нижнетагильских заводов, другие материалы, раскрывающие такое явление, как выставочное движение. Наличие маски и соблюдение социальной дистанции – это то, что мы требуем с посетителей. Все остальные требования Роспотребнадзора исполняет музей. Это кварцевание, это проветривание, это регулярная дезинфекция помещения порудования. Музей соблюдает эти требования. Познакомиться с экспозицией «Нижний Тагил» на всемирных и всероссийских промышленных выставках желающие могут до февраля будущего года. На этом все. Берегите себя и своих близких. И оставайтесь на Тагил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин